Всем привет! Меня зовут Светлана, и вы на канале Редактуры или Жизнь. Сегодня у нас уже почти позабытый, по-моему, на этом канале формат Try Chapter Tag. Наконец-то! Я наконец-то добралась до всех книг, которые были в прошлом Try Chapter Tag, и готова показать вам следующий. В этот раз он обещает быть очень интересным, прям даже с первой книжки. Так что, правило, как обычно, я беру книгу, автора которого я до этого ничего не читала, то есть абсолютно белый лист, никаких надежд, никаких предрассудков, и читаю первую главу или страниц 30-40 примерно, после чего я возвращаюсь к вам со впечатлениями, если там что-то невероятное, то возвращаюсь даже раньше. И книги у нас с вами сегодня будут максимально разнообразные. Поехали! Если честно, сейчас будет вообще с первой книгой шок-контент на канале. Убирайте детей, потому что мне даже самое страшновато это открывать, что я вообще купила. Но из песни слова не выкинешь, давайте, давайте пробовать. Итак, Анита Америзвани, равная солнцу. Я эту книгу покупала в рамках своего ресерча, который особо еще не начался, когда я хочу собрать побольше информации о ближневосточных государствах, о том, как там проходила жизнь где-то примерно 14-17 века, 15-17 века, то есть не средневековую жизнь, а уже вот тогда, когда в Европе было возрождение. Я насобрала всего разного, вы еще долго будете видеть, всякие разные книжки с этим связаны. Ну и вот равная солнцу мне попалась из-за своей аннотации, собственно. Потому что нам здесь обещают Иран, по-моему, да. Иран 16 века и царевну Переханхану, которая рвется к власти. То есть она не хочет быть просто какой-то там царевной, или просто женой, или просто наложницей. Она хочет управлять. И у нее будет союзник в лице Евнуха. Вот как бы царевна с Евнухом будут крутить какие-то интриги. Я так это себе представляла и до сих пор представляю. Но в чем пикантность истории? В том, что когда я купила эту книжку, я пришла домой и, знаете, ну вот, сделала вот так. Ну то есть открыла где попала. И наткнулась на весьма эротическую сцену. И как бы дальше у меня стали расти подозрения, что же я купила. И, собственно, вариантов, как всегда, два. Я купила книгу, в которой действительно все про политические интриги, про царевну, про Евнуха. И где эротическая сцена, это было просто как это, бэдлак. То есть я открыла и, как говорится, наткнулась чуть ли не там на единственную, на единственную эротическую сцену, которая есть в книге. Окей. Второй вариант, конечно же, что это на самом деле эротическая литература, что вот этот весь Иран и царевна и Евнух, что это... Ну, вся политическая часть это лишь фон. А читать мы будем, видимо, может быть, про любовь царевны и Евнуха, про какой-нибудь тройничок, про что-нибудь еще. Это менее симпатичный вариант, хотя понятно, что все эти книги я покупаю ради антуража, не ради сюжетных перипетий. Ну что же, у нас здесь есть всего лишь 9 глав и пролог. То есть главы достаточно большие, поэтому я сейчас ухожу читать пролог и первую главу. Как раз это будет у нас 40 страниц. Вернусь к вам и расскажу, что же тут на самом деле происходит. Ну, будет все понятно, если у нас эротика начнется сразу на первых 40 страницах, ну, значит, я... Я взяла, да, по Фрейду такую вот странную книжку. Если же начнется, собственно, сюжет, интриги и прочее, ну, значит, все хорошо. Выдыхаем и продолжаем читать дальше. Ну что, я прочла 40 страниц Аниты Америки. Возвращаюсь к вам, чтобы поделиться своим восторгом. Ура, ура! Это таки не эротическая литература, а это очень даже классная вещь. Вот прям именно то, что было нужно. История начинается с пролога. Он буквально коротенькие две странички, где нам представляется рассказчик. А рассказчиком как раз является вот этот вот Евнух, которого зовут Джавахир. И он нам вначале говорит, что он должен записать все, что он знал о царевне Перихан Ханум, что она была самая лучшая, самая прекрасная, самая умная. Ну, в общем, много-много-много хвалебных слов. И он должен записать все, что он о ней помнит, иначе, да, эта память пропадет. И начинается первая глава с того, что он идет... Шах, отец царевны Перихан Ханум, назначает его к ней в услужение. И он идет как бы на собеседование, потому что, мало ли, как бы Шах-то сказал, но царевна, он может не понравиться, и она его отправит во свои оси. И он идет ко царевне, и благодаря этому собеседованию мы немножко узнаем и про царевну, и про него самого. Узнаем, почему он хотел службы во дворце, почему он стал Евнухом, про царевну тоже узнаем, они там еще про литературу немножко говорят, конечно же, про знаменитую поэму Шах-Наме. Я все хочу... Вот если бы Шах-Наме не была такой большой, я бы ее уже прочитала бы в бумаге, но она на самом деле очень большая, и недешево стоит ее купить. В общем, очень. Все то, что мне было нужно, детали, 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 и одежды, и архитектуры, и там разные названия, комнаты, еды, питья. Главное, кто там кому, куда, чего, чем занималась, чем эта царевна занимается, все это в подробностях. Офигенно! Ну, то есть, уже даже ради, что называется, первой главы стоило эту книгу купить. Квинтэссенция очень полезной информации. То есть, в качестве книги для ресерча очень-очень удачно я сделала выбор, но и читать тоже интересно, потому что Джавахир прям такой преданный евнух, явно царевна произвела на него очень хорошее впечатление, и она выглядит очень умной и сообразительной, и расчетливой молодой женщиной. За первую главу уже происходит куча всего, то есть, она его приняла на работу, объяснила ему обязанности, и у нас уже успел умереть Шах, не оставив наследника. То есть, мы находимся на грани междуусобной войной, потому что, конечно, у Шаха была куча жён, у этих куча жён, куча детей, и каждая считает своего чадушку самым лучшим, самым красивым, самым достойным быть следующим Шахом. И вот сейчас, так как не оставил Шах наследника, сейчас будут собираться мудрецы и решать, собственно, кому же править государством. Очень классно, я очень люблю, когда Try Chapter Tech начинается с классных книжек, и, собственно, в этот раз так и произошло. Отложили историческое чтение, переходим к Городскому Фэнтези. И номер два будет книга, первая книга в цикле, который у нас, судя по всему, не стали дальше продолжать. Мне кажется, что частично здесь была ошибка в позиционировании книги на рынке, так часто бывает, но я прочту, если прям будет супер-супер-супер круто, то я, наверное, продолжу читать в оригинале. И это Ричард Кадри и Сэндмен Слим. Сэндмен Слим, насколько я понимаю, достаточно популярный цикл на Западе, и его запускали в фан-зон, в надежде, что он тоже у нас будет популярный, но что-то пошло не так. Я полагаю, что пошло не так, а то, что здесь достаточно, оно достаточно мрачновато, и, судя по отзывам и намекам, здесь как бы черный юмор внутри, ругательство, и, ну, то есть, это такое. Не слишком лайтовое городское фэнтези, а позиционировалось оно, ну, просто, просто как городское фэнтези, может быть, стоило как-то уточнять и скорректировать аудиторию. У нас здесь история про то, как главный герой по фамилии Старк, любит эту фамилию на Западе, Джеймс. Вот, Джеймс Старк у нас маг, которого маги-нетоварищи отправляют в ад. И он там работает, кажется, киллером у демона Азазеля. Но он очень-очень сильно одержим желанием отомстить добрым, недобрым друганам, и он из ада бежит. Собственно, с этого книга начинается, с того, что ему удается сбежать из ада, он возвращается, видимо, в Нью-Йорк, в Лос-Анджелес. В кои-то веки герой сбегает не в Нью-Йорк и не в Чикаго. Он сбегает от Лос-Анджелес и собирается там мстить. Сколько мы будем читать? Я уже вижу, открыла просто первую главу, уже вижу проблема книги, в частности, в том, что она написана в настоящем времени от первого лица. Это то, что в русском языке звучит не очень, и я все забываю. Я уже сто пятьсотый раз себе говорю, что как-нибудь я должна вам рассказать свою идею, потому что, мне кажется, я понимаю, почему так. Но каждый раз все видео такие длинные, что я забываю об этом. Может быть, когда буду читать кадры уже целиком, я, наконец, вам расскажу мою недофилологическую теорию, почему у нас повествование от первого лица в настоящее время звучит так себе. Итак, я не вижу здесь никакого разделения на главы, и это плохо. Кажется, автор решил, что он Габриэль Гарсиэ Маркес, и тоже так может. Да, здесь вообще нет никакого разделения на главы, просто отдельные сцены здесь выделены большими буквами в начале. 40 страниц. Вот, мы начинаем с девятой страницы. На 49 странице есть начало очередной сцены. Вот, я ушла читать 40 страниц, я к вам вернусь, и мы поговорим, как там Джеймсу Старку удалось сбежать из ада, как его самочувствие, и насколько хорошо или плохо, скорее всего, здесь нет повествования в настоящее время. Ну что, возвращаюсь к вам, прочитав 40 страниц Сэндмэн Слим. Итак, у нас действительно история начинается с того, что Джеймс Старк возвращается из ада, где он провел 11 лет, причем он туда попал живым. И его сотоварищи по некоему магическому кругу, которые его туда и отправили, они думали, что он просто умер, но нифига. Он провел там 11 лет, приобрел там определенные навыки и вернулся, чтобы мстить. Итак, из прикольного. Все движется динамично, герой не выглядит супернепобедимым, Марти Сью, более того, он выглядит даже немножко лохом, он допускает, чтобы в него стреляли на первой же главе, хотя очевидно всем, что сейчас в него выстрелят. С другой стороны, из-за особенностей его деятельности в аду, он приобрел некую устойчивость к обычным методам причинения смерти, и поэтому очевидно он рассчитывал, что он не сразу умрет. Мне понравились фокусы, которые вытворяют его нож, у него нож, у которого есть имя, его зовут Миротворец, и он не убивает, пока хозяин не разрешит. То есть, ты наносишь этим ножом какой-то удар смертельный, но смерть не наступает, пока сам Старк не разрешит этому случиться. Очень своеобразные действия, здорово описаны и показаны. Здорово герой пытается сориентироваться, да, он оказался в Лусланде здесь 11 лет спустя. Описания в целом мне тоже понравились, и, должен сказать, что повествования в настоящем времени первого лица здесь не очень раздражающие. Немножко так дергающие, но не раздражающие. То есть, по большей части здесь использованы нормальные глаголы, которые, ну, как-то адекватно с настоящим временем работают, кроме вот этого я очухиваюсь, я очухиваюсь. Ну, это странно, про свою теорию я вам как-нибудь расскажу. В любом случае, читается бодренько, и да, здесь дофига ругательств. То есть, вот только, я даже начала подчеркивать, потом забила. Только на первых страницах у нас жопа, херня, рыло, задница, ну, и дальше, в общем, по тексту. То есть, да, здесь обсценная лексика, герой, собственно, герой выражается. Таким образом, забавно выглядит, по-моему, так уже не делают, ну, как-то, по-моему, сейчас уже так не делают. Сейчас, по-моему, просто пишут матерные слова и пишут. А здесь матерные слова, типа, три буквы и в слове из пяти букв, да, оставлено три буквы и поставлено многоточие в середине. Я не знаю, мне кажется, сейчас мода меняется. Мода на то, как маскировать мат, меняется. Сейчас здесь вот так. То есть, понятно, все, что персонаж сказал, но слово написано не целиком. Окей. Цели героя абсолютно понятны, да, он возвращается, чтобы отомстить и, в общем, не откладывает это дело в долгий ящик, то есть, никаких там философств о ней. Он отправляется прямо к одному из вот таких вот своих бывших товарищей и начинает его, конечно же, мучить и допрашивать. Все как положено. Еще прикольно, из прикольного героя есть монетка с надписью Veritas истина, и с помощью этой монетки он принимает некое решение. И как бы не то, что это как любая монетка, а это монетка, которая вот чем упала, то и то направление лучше взять. То есть, если ты кидаешь монетку такой на работу или домой, если монетка говорит, что лучше идти домой, то она имеет для этого какие-то основания. Вот это тоже прикольный артефакт. В целом, читается норм, как бы все очень понятно, все очень прозрачно, я не могу сказать, что это какой-то дикий восторг, здесь очень простой стиль, но в целом отторжение не вызывает, так что как минимум до конца я прочту, тут у нас еще герои надо разобраться, за что его любимую женщину убили, пока его не было вот эти 11 лет, так что у него много дел, посмотрим, как он с ними собственно справится. От исторической прозы и городского фэнтези переходим к интеллектуальному детективу. И за интеллектуальный детектив у нас сегодня отвечает Микаэль Ними и Сварить медведя, до которого я вот уже почти добралась. Это у нас шведский интеллектуальный детектив издательства Фантом, и я купила в свое время эту книгу, потому что у нас здесь действует реальный исторический персонаж по фамилии Листадиус, и по-моему это 19-й, да, и это у нас середина 19-го века, где Листадиус, он там, он проповедник и ученый, он идет на север Швеции в земли Саамов, и встречает мальчика Юси, который сбегает из того дома, где он живет, от побоев, и от того, что с ним плохо очень обращаются, и становится учеником Листадиуса. Вместе с Юси Листадиус в своем путешествии к Саамаму, он оказывается в некой деревушке очередной, и там происходит убийство, я так понимаю, что девушки. Убивают девушку, и вся деревня уверена, что ее задрал Медведь, но вот, судя по всему, Листадиус и Юси как-то сомневаются в этой версии, и будут разбираться с этим детально. Я еще купила эту книгу не только потому, что мне интересно почитать саму историю, и как там будет расследование с этим Медведем, но еще и потому, что мне интересно, как Нейми покажет собственно историю вот этого вот проповедничества Саамов, потому что как раз именно Саамы, которые жили на территории Швеции, им по сути досталось сильнее всего. Я про это читала какое-то время и смотрела даже какой-то сериал. Саамы, да, это северные племена, которые живут до сих пор на территории современных Финляндии, Швеции и Норвегии, на самом севере, но если с финнами у них больших терок не было, в частности, потому что финский язык очень схож с аамским языком, это родственные языки, и финны, как бы, саамов особо не трогали и не трогают. На севере Норвегии их просто живет очень мало, и норвежцам, видимо, было не до них, то как раз шведы, они очень активно, агрессивно и активно насаждали христианство среди самов. Этим было обусловлено то, что очень многое исчезло из аамской культуры, и вот даже если попытаться там поискать даже какой-то банальный словарь, учебник аамского языка, это все очень сложно. Это только-только-только вот начинает возрождаться сейчас, ну, началось возрождаться в конце 20 века. То есть, самые от шведов конкретно претерпели на религиозной почве прилично, потому что самый, конечно, кочевой и языческий народ. Посмотрим, как в романе Ними вот это вот отражено свет этой веры, которую нес Листадиус, был ли он так светел. Что у нас тут по... О, у нас начало главы, здесь фоном идет карта и четко показана точка, где происходит действие. Очень здорово. Итак, у нас здесь есть главы, ура, и я буду читать первые пять. Да, здесь совсем маленькие главки, соответственно, вот, пять главок я прочту и к вам вернусь, расскажу, покажу, что тут вообще происходит. Так, я вернулась, прочитала пять маленьких главок и, если честно, я пока в сумбуре, то есть, мне нравится повествование, здесь уже потерялась девушка, ее пока еще не нашли, и да, все считают, что это медведь ее утащил, но пока еще никаких следов насильственной смерти не найдено, то есть, ее пока еще ищут, и, в общем, уже, скорее всего, сейчас начнется какое-то расследование. Но, я пока путаюсь, во-первых, от чьего лица у меня здесь повествование, и я уже запуталась в пасторах. Дело в том, что часть глав из пяти, получается, три, наверное, они от лица Юси. Юси это мальчик сам, у нас все происходит далеко на севере Швеции, и здесь то ли смешанное население, то ли более финскоговорящее население, но здесь имена многие на финском, и фразы финские, ну, то есть, это не шведы здесь основная масса, судя по всему, но Юси бродярога, и я как раз в шестой главе, до которой я не дочитала, будет история о том, как же он, в общем, ушел из дома. И частью у нас повествования от его лица, и, если честно, мне бы хотелось понять, сколько ему лет в этом повествовании, то есть, в том повествовании, которое он ведет, он уже с пастором Листадиусом, который занимался ботаническими исследованиями в первую очередь, то есть, он пастор, да, но он интересовался растениями, и вот этим они с Юси регулярно ходили во всякие экспедиции, и потом делали гербарии, да, все это изучали, записывали. Мне пока непонятно, сколько Юси лет именно вот в его странствиях с Листадиусом, потому что, ну, он рассуждает достаточно взросло, то есть, если он мальчик, то не мальчик, типа, лет 10, а я бы дала ему больше. Опять же, надо читать дальше, пытаться понять, сколько ему лет. Но здесь есть еще и главы от лица некоего человека, который наблюдает за... Сначала в первой главе этот человек наблюдает, собственно, за пропавшей служанкой, и, возможно, это ее убийца, ну, то есть, это не Юси. Это не Юси, это какой-то другой человек. И есть еще повествование в церкви, тоже от чьего-то лица, наверное, Юси, но никто его не называет в этой главе по имени, и у него тоже есть какая-то зазноба, какая-то девушка, которая ему нравится у этого рассказчика. Я вот, если честно, пятая глава, я так и не поняла, кто здесь повествует. И последнее, сколько все-таки здесь пасторов, потому что, с одной стороны, есть Листадиус, который учит Юси различать травы, который вот с ним ходит в экспедиции, который учит его многому, читать писательную, выучил, который такой вот добрый, добрый к нему человек, у него есть дочка, дом тоже где-то вот там на севере. Это, как минимум, да, в трех главах мы его здесь встречаем. А в пятой главе есть еще пастор, который занимается всякими обличительными речами. Я вот пытаюсь понять, это тоже ли Стадиус, то есть пастор, на которого постоянно строчат жалобы в церковное управление, потому что он обвиняет и финнов, и шведов равны, и богатых, и бедных равны, он обвиняет в приверженстве к пьянству, и говорят, что он там уже в какой-то одной деревне всех, что называется, в трезвость обратил, и вот пришел в следующую деревню, и тоже там всех обращает в трезвость, и все богатей недовольны. Вот про это тоже есть такая сюжетная линия, я пытаюсь понять, это все тот же ли Стадиус, который вот такой добрый, тихий, никому не лезущий, который учит Юси, а потом он приходит, да, в церковь, и там громы и молнии метает. Или у нас есть еще какой-то пастор, прост, по-шведски, или у нас есть еще какой-то прост, который другой. Вот. Я пока не поняла, потому что все как называют прост, всех их называют учитель, всех их называют проповедник, ну, может быть, это один и тот же человек, но пока я немножко в смятении, но читается интересно, то есть, это не скучно, да, я разберусь в итоге, кто есть, кто, я уверена, и надеюсь, что и расследование тоже будет классное, тем более, что вот уже девушка, собственно, пропала, можно начинать и назначены какие-то административные лица, которые будут официально вести это расследование, назначена уже награда тому, кто этого медведя-людоеда поймает, потому что пока официальная версия, что это был медведь-людоед. Вот, прикольно, и немножко, да, мозголовно, но ничего страшного, я надеюсь, что и дальше будет тоже хорошо. И еще немножко исторической прозы, как раз в тему моей любви к Джону Форду в 2022 году у меня есть еще одно такое вот тоже альтернативное, историческое, не знаю, насколько, фэнтези, и это Эндрю Кальдекот и его загадочный город. Это у нас история про городок Роттервирт в Германии, кстати, в оригинале книга так и называется Роттервирт, но в русской локализации назвали загадочный город, наверное, правильно, потому что название Роттервирт ничего не говорит покупателю. Итак, у нас есть городок Роттервирт, который был как-то отделен от остальной Англии, то есть отделен в государственном плане, в географическом плане, в общем, как-то отделен. И этот по неким тайным причинам. Этот городок, в нем запрещено изучать историю Роттервирта до 1800 года, в нем туда он не так-то просто впускает чужаков, и история у нас начинается с того, что именно в этот это Роттервирт, приезжают двое. Один это учитель современной истории Джона Облонг, второй это миллионер сэр Веронал Сликстоун. Каждого из них манят загадочные загадочные загадки, масло-масляные, каждого из них манят загадки Роттервирта, возможно, не хотят разгадать, что же случилось с этим городом в 1800 году. Город будет, очевидно, как-то им в этом противодействовать. Начинается, как я люблю, прям со списка основных персонажей. Из них пять приезжих, это... О, мне это уже нравится. Смотрите, здесь Джона Облонг, историк, сэр Веронал, предприниматель, леди Эмоджин, его жена в кавычках, родни, их сын в кавычках. То есть, тут уже явно какие-то, какое-то подводное дно, видимо, не жена и не сын. И дальше идут жители города Роттервирт, в общем, достаточно много их здесь. Еще у нас здесь будут иллюстрации. Они здесь, кстати, тоже перечислены. Спасибо большое. Ой, дети вундеркинды. Будут еще дети вундеркинды. И начинается у нас с давней истории. Давняя история февраль 1558 года. Ого! То есть, мы будем здесь еще и... А, нет. Да, у нас... Вот, я открыла содержание. Содержание, кстати, тут так необычно немножко отформатировано. Содержание мы будем регулярно в конце каждой части. У нас части по месяцам. Январь, февраль, март и так далее. В конце каждой части мы будем посещать давнюю историю. Будем возвращаться в прошлое. У нас будет небольшой флешбек. Собственно, после давней истории у нас будет январь. Здесь небольшие главы совсем. Я думаю, что прочту триловы. Да, то есть пролог с давней историей и три главы. К вам вернусь. У меня очень большие надежды на эту книгу. Я очень надеюсь, что она классная. Так что скоро узнаете мои первые впечатления. Музыка. 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 Ну что, возвращаюсь к вам. Уже, по-моему, даже разлохматилось от чтения немного. Да, пока что это прям все так классно, как я ожидала. Надеюсь, что и дальше будет так круто. Итак, мы начинаем с флешбека в прологе, в прошлое, во времена Марии Тюдор, в 16 век, и именно тогда в Англии обнаруживается 10 каких-то невероятных детей-вундеркиндов. Они родились все примерно в одно время, 7 мальчиков, 3 девочки, и проявляют какие-то просто нереальные способности к инженерии, к математике, к медицине, ко всему. Королева скорее склонна видеть в нее насмешку над своим бесплодием, божественная насмешка. И она поручает упрятать этих детишек куда-нибудь вообще подальше, потише, и чтобы ничего про них не было слышно. Тот, к которому она это поручает, он, во-первых, предчувствует, что недолго ей стало справить, во-вторых, он сочувствует детишкам, в-третьих, он решает, что как-нибудь он сейчас все похитрее обставит. И в этом же прологе мы видим, что да, он действительно везет детишек, но производит подмену. То есть у него две кареты, две полоски, в каждой по 10 детишек, и он их меняет зачем-то. То есть вели детям поменяться. И везет их, пока что обе повозки везет, везет их в Роттервирт. И мы, да, понимаем, что вот, наверное, те самые 10 одаренных детей в итоге попали в Роттервирт. Дальше все, мы возвращаемся в современность. Это, судя по всему, вторая половина 20 века, то есть здесь еще нет мобильников и компьютеров, но здесь уже железнодорожные поезда, здесь уже Роллс-Ройс ездит, здесь уже подземные переходы полицейские, ну, то есть все достаточно современно везде, кроме Роттервирта, который, как мы помним, отделен законодательно от социальной Англии, он не подчиняется парламенту, не подчиняется премьер-министру, подчиняется только своему мэру. И максимально там не привечают незнакомцев, вплоть до того, что даже не можешь на своей машине туда въехать. То есть у нас в третьей главе учитель истории Джона Аблонг, он вынужден на собеседование по приему на работу, он едет на поезде до некой станции, потом с нее как бы слезает с поезда, и его забирают в неком шарабане. Это, я так понимаю, какая-то поршневая система, то есть машина, которая не на двигателе внутреннего сгорания, а на каком-то старомодном механизме, его забирает шофер, чтобы отвезти в Роттервирт, и там его принимают на работу. Это третья глава про собеседование Джоны, а первая и вторая глава это собеседование, которое проводит сэр Веронал, миллионер и филантроп. В первом собеседовании он нанимает актрису, чтобы она играла роль его жены, и во второй главе он нанимает мальчика-воришку-карманника, чтобы тот играл роль его сына. И предупреждает их, что они скоро, сейчас они как бы освоятся в своих ролях, и они переезжают в Роттервирт, каким-то образом он там, судя по всему, становится владельцем помести. И сэру Вероналу позарез зачем-то нужно в Роттервирт, то есть он это мальчику, которого теперь зовут Родни, а звали его как-то не так, но его придуманное имя Родни, он, Родни это говорит, что у меня там что-то украли, и я должен какую-то, или я потерял что-то, я должен эту вещь вернуть. То есть что-то ему в Роттервирте прям позарез надо, и это такой очень важный крючок, наверное, самый важный крючок пока что в трех главах, да, зачем миллионеру туда нужно. Его появление в Роттервирте уже вызывает некий переполох, и посмотрим, как город будет сражаться с миллиардером. Город действительно, судя по всему, будет очень старомодный, они не очень там приветствуют какое-то развитие современных технологий. Опять же, интересно, что там было изначально две повозки с детьми, и какая судьба была у каких. Ну, то есть, короче, очень классно. Написано очень простым языком, это вам не Джон Форд, здесь нет никаких прям супер важных исторических вещей, но очень круто. Ну и последним, последним надкусышем на сегодня внезапно будет Мариса Мэйр и ее лунные хроники, ну, точнее, первая книжка Золушка. Опять же, кто давно на канале, те помнят невероятную историю, как я добывала себе лунные хроники именно в серии эксклюзив Миллениум. В тот момент, когда меня приперло, да, приперло их собрать, собственно, это была единственная серия, в которой лунные хроники были изданы целиком, да. Лунный хроник была тяжелая судьба на русском, их несколько раз начинали и не доводили до конца в твердом переплете. Издали вот в таком вот мягком переплете, он уже успел как бы из онлайн-магазинов исчезнуть, и только спустя какое-то время начали издавать, да, было переиздание, которое наконец-то довели до конца, которое сейчас, вы знаете, оно стоит на полках. Но оно мне не нравится, оно мне не нравится. Впрочем, тогда о нем даже речи еще не было, а мне приперло собрать лунные хроники вот именно в этом издании. Ну, во-первых, потому что это полное издание, во-вторых, потому что мне хотелось именно в нем. Я нашла в оффлайновых буквоедах в городе три книги из четырех, и за одной я ездила 60 или 70 километров, я, короче, бешеной собаки, 100 верст, не крюк. Я на машине ездила глубоко в пригород, чтобы достать, по-моему, это была Рапунцель. В общем, одну из книг я доставала с приключениями. Но в итоге у меня собраны все четыре части лунных хроник, и уже скоро я, наконец, познакомлюсь с этим циклом. Золу, это напоминаю, да, что все эти четыре книги, хотя они носят название, да, это все ритейлинг у нас, сказок, Золушка, Спящая красавица, да, Рапунцель, Белоснежка. Но это все одна история, да, и персонажи, видимо, там будут друг с другом взаимодействовать, то есть в каждой книге есть пара, понятно, да, героиней какой-то там, и тот, кто предназначен ей судьбой. Но это в итоге вся история, у нас будет одна, я так понимаю, одна злая королева, с которой мы будем сражаться, и в итоге будет вот какой-то финал. Поэтому читать их нужно все четыре раза, и делить их смысла нет. Но сегодня я читаю только надкусываю Золушку и рассказываю вам свои впечатления. У нас здесь есть главы, ура, отлично, я читать буду первые три главы, как раз четвертая глава, это сороковая страница. Читаю, возвращаюсь, рассказываю вам, что думаю по этому поводу. Субтитры сделал DimaTorzok Нет, пока я тут все читала, но я таки одолела первые, по-моему, три главы в Золушке, и это, конечно, классно. Мне очень нравится, как Мэйр переработала исходную сказку. У нас Зола, она киборг, то есть она не дочь мачехи, мужа мачехи, да, которого, и, кстати, здесь тоже уже то ли умер, то ли, ну, в общем, здесь вообще чума. На земле эпидемия чумы, и император болен, я так понимаю, что императрица вообще уже умерла от нее, все ищут лекарства, тестируют эти лекарства на киборгах. И Зола работает механиком, она суперталантливая механика, и это, собственно, единственное, на что существуют мачеха и две дочки. Мне очень понравилось, что здесь Мэйр не сделала дочек, как бы, просто злобными копиями матушки, а младшая дочка здесь, ей нравится Зола, она с ней дружит, и она ни в коем случае не настроена против нее, она, наоборот, хотела бы, чтобы Зола поехала на бал. У нас тут уже, значит, намечается бал, и, несмотря на то, что чума, окей, у нас все равно бал, и дочки мачехи примеряют Перл и Пиона. Они примеряют платье, в зале мачеха говорит, что найдешь там необходимую деталь для нашего ховера, для, ну, для средства передвижения, и тогда починишь его, и тогда, если найдешь себе платье, можешь ехать на бал, но понятно, что она не собирается ее отпускать на бал, ну, а, как бы, Зола и говорит, ей надо мне этот ваш бал, наслаждаюсь хотя бы тем, что побуду в одиночестве. Также у нас за эти три главы она уже знакомится с принцем, которого зовут Кай, и, хотя по сказке, да, знакомство с принцем произошло только на балу, но у Мэйра Золушка знакомится с принцем заранее, потому что он принес ей починить, здесь услышала, ну, и ее слава, как механика дошла до него, и он принес починить ей старенького андроида. Соответственно, она уже немножко так, да, о нем мечтает, потому что, судя по всему, он прям красивый, вежливый и замечательный, но баллы ей не светят, и, в общем, ничего такого она и не планирует, собирается отправляться на свалку, чтобы искать детали для починки. Вот, все здесь бодренько, динамично, интересно, нравится мне здесь андроиды, киборги, ну, то есть, такое интересное будущее. Очень интересно, кто здесь сыграет роль, собственно, доброй феи, потому что у нас не магический мир, у нас science-fiction, ну, то есть, у нас научная фантастика, здесь никакой магии нет. И очень интересно, как же все-таки Золе удастся попасть на балл. Интересно, что она будет, она очень стесняется своих, как бы, механических деталей. Судя по всему, их хватает у нее в теле, и вроде как это, думаю, неприлично их выставлять на всеобщее обозрение, то есть, наверное, она бы хотела их как-то прикрыть. Вот, посмотрим, что будет дальше. Пока очень классно, но я вообще слышала, что Золушка, она и самая тоненькая из всех книжек, и она такая самая динамичная, бодренькая. Там, следующие книги, они уже такие, особенно Рапунцель и Белоснежка, кажется, они такие прям толстенные, а эта тонюсенькая, и все в ней очень так, в темпе. Забавно, что принца зовут Кай, у меня Кай это с Гердой, как бы, ассоциации четкие, но окей, здесь принца зовут Кай, и он с Золушкой уже познакомил. Такой был Трай Чептер Тег, по-моему, все книги хороши, ну, то есть, у меня очень-очень высокие ожидания и по поводу Амерзвани, и по поводу Мэйр, и по поводу Кальдекотта, и по поводу Ними. По поводу Кадри у меня нет прям высоких ожиданий, просто думаю, что будет бодрячок, городской фэнтези с кучей ругательств. Ну, почему бы и нет. Рассказывайте, что из этого вы читали, что вам понравилось, что не понравилось. Я думаю, что, ну, за весну я рассчитываю, что точно и Амерзвани будет прочитано, и Кадри, и Ними, и Кальдекот. Вот, Мэйр будет, наверное, летом, только до нее доберусь, но в этом году я четко иду по своей очереди, я надеюсь, что буду как-то оперативнее ее разруливать, и очень хочется верить, что в 20-м году будет с вами еще один Трай Чептер Тег где-нибудь ближе к осени. Это было бы просто замечательно. Для меня очередной Трай Чептер Тег значит, что я разгребаю свои книжные завалы, значит, что я по ним двигаюсь, и значит, что все идет своим чередом. Спасибо большое, что посмотрели, и я надеюсь, что следующее видео уже скоро.